Здравствуйте! На дворе у нас сегодня 29 июня 2017 год. Пожалуй, этот 2017 год, год петуха, выдался самым непредсказуемым годом за последние, можно даже так сказать, столетии. Кто лил в сильный дождь? Норма осадка выпала за какую-то неделю, сколько, наверное, за месяц не выпадает. Страшные ветра в некоторых районах и областях. Прошли страшные ливни, очень сильный град, скриное яйцо, где-то 6-7 сантиметров. Вы представляете? И, наверное, этот год самый будет неурожайный. Овощи, наверное, будут очень дорогие, особенно огурцы, помидоры. И вот это, что я хочу сказать. Сегодня на дворе 29 июня 2017 год. И я только сегодня иду у чеснока обрезать стрелы. Обычно я это делаю где-то на неделю, а может быть даже дней на 10 раньше. Но так как погода ввела свои коррективы, эта операция задержалась где-то на неделю, а может быть даже на две. И поэтому я сейчас нахожусь у себя на даче, на собственной, на личном моем любимом огороде. И сейчас я вот беру, возьму ножницы и пойду у чеснока обрезать все-все-все стрелы. Это делается для того, чтобы чеснок лучше мог расти и развиваться. Стрелы оставлять нужно только тем людям, которые собираются из этих бульбочек, ну вот из этих, как говорится, головок, в которых потом созревать будут бульбочки, кто будет разводить чеснок. Но правда он из них будет вырастать мелкий. Поэтому я этим никогда не занимаюсь. Я как бы их обрезаю, эти стрелы, и компостирую в компостную кучу. Но, а можете, я не знаю, может быть кому-нибудь даже понравится, эти стрелы можете оставить и, например, посолить их. Как черемшу люди солят, можно посолить, можно в салатик добавить, мелко их порезать. И что, они тоже такого же нежного чесночного вкуса. Так что пойдемте, ребята, обрезать. Ребята, на улице поднялся ветер. Но, к счастью, сегодня не такой он и сильный. А то в последние дни был такой страшный ветер. В некоторых районах и областях даже были оторваны крыши домов, всякие дачные посадки были уничтожены ветром. И поэтому я что хочу сказать. Посмотрите, ребята, какой у меня чеснок на 29 июня 2017 года. Какой он красивый, какой он замечательный. Посмотрите, ни одного сорнячка у меня нету на гряде. Ни одного сорнячка, только один укропчик. Потому что я очень тщательно за чесноком, да и не только за чесноком, ухаживаю. Видите, у меня нету ни одного сорнячка, только один укропчик у меня растет. Я его оставил в качестве уплотнителя. Да и так вот я буду, когда надо, там в салатик сорвал, там сколько мне надо. Вот такой вот у меня, видите, замечательный чеснок, красивый. Давайте я вам весь покажу. Вот, видите. И не забывайте, для того, чтобы чеснок был всегда в красивом состоянии, обрезать у чеснока желтые кончики. Это делается для того, чтобы чеснок лучше рос и развивался. И старайтесь кончики обрезать у чеснока желтые с утра. Это надо делать для того, чтобы за день он, чтобы они успели подсохнуть. И все будет хорошо. Но в моем случае, видите, чеснок весь зеленый, хотя эта зима нынешняя была страшно холодная, температура ночью была даже минус 40, вы представляете, минус 40. Но у меня все нормально, у меня чеснок весь выжил, потому что я его всегда на зиму укрываю укрывным материалом. Вот, видите, какой чеснок. У меня этого чеснока 4 больших гряды посажены. А здесь, видите, у меня, ребята, чесночок растет, да? Чесночок. И посмотрите, какой шикарный укропчик. Вы только посмотрите. Вы хоть где-нибудь скажите мне, видели такой укроп? Шикарный, просто бархатный такой. С нежным восковым налетом такой, красивый цвет у него. Видите, какой укроп? А вот, ребята, и стрелки, видите, у чеснока. Вот так вот они выглядят. Вот, видите, какие стрелки. Вот эти стрелки я сейчас буду ножницами все-все-все-все-все обрезать. Так что пойдемте за ножницами. Ребята, нужно взять ведро, ножницы и идти обрезать у чеснока стрелы. Пойдемте. Как это делается? Вот, смотрите внимательно. Мне, ребята, очень неудобно одной рукой держать камеру, а второй рукой обрезать стрелы. Поэтому я вам так быстренько покажу. Вот, берете, видите, ножницы, да, ножницы. И вот аккуратно стрелку обрезаете. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Нужно делать это все очень аккуратно, чтобы не повредить лист. Вот. Вот, все. Видите, я обрезал стрелку. Вот так вот она выглядит. Вот, видите. Здесь очень много этих стрел уже, поэтому мне работы где-то минимум на один час. Видите, как обрезаю. Но вот таким вот образом нужно у чеснока обрезать все-все-все стрелочки. Видите, я стрелку обрезал. Здесь полился чесночный сок. И вот поэтому, когда обрезаете у чеснока кончики или стрелки, старайтесь эту делать операцию, проделывать с утра. Это надо для того, чтобы за день это все подсохло, и чеснок будет хорошо расти, лучше и развиваться. А если вы это сделаете на ночь и вечером, то за ночь он не успеет подсохнуть и может загнить. Поэтому все это старайтесь делать с утра, только с утра. Вот, видите, я уже сколько срезал стрелок. Так что мне здесь работы на очень долго. Ну, как на долго. Я очень энергичный человек, поэтому, думаю, за час управлюсь. Мне, как-никак, все-таки надо 4 гряды обработать. Вот, видите, как это все делается. Ну, вот такие вот дела, ребята. Ну, а на этом все, ребята. Я с вами, как всегда, не прощаюсь, а говорю вам всего доброго и до новых и скорых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте оценивать мои видео, причем оценивать адекватным и здравым умом, не оскорблять автора, уважать автора, и тогда у вас все будет. Окей. А я пойду заниматься своим любимым чесноком. А вкусная вещь, как черемша. Так что можете не выкидывать их, посолить или просто в салатик порезать. Но, перед этим надо их как следует помыть. Пока. Вот у меня еще одна гряда с чесноком. Это четвертая гряда. И я, ребята, хочу сказать, весь у меня чеснок только посажен озимой, озимой. То есть я всегда сажаю чеснок поздней осенью. И вот он у меня зимой, всю зиму под снегом находится в земле. А весной я приезжаю на свой дачный участок, открываю укровной материал. И вот такой вот у меня чеснок обалденный. И что я хочу сказать вам. Я могу вам заявить с полной уверенностью, что мой чеснок будет озимой очень и очень крупный. Очень будет крупная головка. А вы скажете, откуда ты можешь заранее знать, как у нас говорят в русском народе, сериал, там, пока не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А я говорю вам гоп, потому что я уже перепрыгнул. Вон, посмотрите, какие летают жуки. Видите, зараза? Это эти, по-моему, майские. Вот они залетают в парник, зараза, и зарываются в землю и откладывают там эти личинки, яйца. Короче, они уже все с икрой. Вообще они обычно где-то там в середине мая, там в конце. Но сейчас же у нас все стало аномальное, погода стала непредсказуема. Поэтому у нас уже даже я сколько раз видел, даже зимой комары в лесу есть. Вот. Видите, какая погода стала? И что я хочу сказать, как я узнаю, почему у меня чеснок, головка будет крупной. Во-первых, посмотрите, какие крупные листья у чеснока у моего. Видите, крупные. И темно-зеленые. Это уже говорит о том, это первый признак, что головка будет очень и очень крупная. Да и посмотрите, какую стебель у моего чеснока крупная. Вы видите? Вот. Весь у меня чеснок крупный. Не средний, а крупный. Мелкого нету. Но если и будет там чуть как какой-то другой, там поменьше, и то это будет не мелкий, а средний. А так у меня весь чеснок в основном только крупный. Вот такой вот чеснок. Замечательный. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...